Всем большой привет! И это двадцать шестой урок немецкого языка, и сегодня у нас новая тема, и эта тема семья. Meine Familie означает моя семья. Слово женского рода. Meine Familie. Если несколько семей, то как ты думаешь, как будет несколько семей? Meine Familien? Да, будет Familien семьи. Например, мои семьи. Meine Familien. Итак, давайте пробежимся по словам. Groß Eltern. Это у нас бабушка. Да, бабушка и дедушка вместе. Groß Eltern. Эта картинка настолько странная, что я её даже запомнила с этого класса. Отлично. А мне очень нравится бабушка, она отлично выглядит. Чего они им дарят? Такие-то сферы Архимеда, что ли? Нет, они играют в игру. Есть такая игра в Европе, не помню, как называется, такие шарики кидают в песке. Я видела, как её играют. Надо погуглить. По-моему, это называется именно шары. Может быть, так и называется. Итак, Eltern. Это родители. Вот они, родители. Будет просто Eltern. Это слово всегда употребляется во множественном числе. Мои родители. Meine Eltern. Кто такие мои родители? Это, конечно же, meine Mutter и mein Vater. Мама и папа. Meine Mutter и mein Vater. А вот слово Groß, вы же знаете, это большой. Groß Eltern. Это бабушка и дедушка. Их можно назвать Groß Mutter и Groß Vater. Или Па. Более мягко, более ласково. Ома и Опа. Так гораздо проще. Да, и мне очень нравится. Ома, Опа. Это так действительно звучит ласково. Изучаем дальше. Andere verwandte означает другие родственники. И к другим родственникам относятся моя тётя. А такие слова, как баба и папа, могут быть во множественном числе? Конечно. Конечно же могут. Хочешь, пробежимся по множественным числам? К примеру, мама будет... Это хотя слово женского рода, да, и обычно все слова женского рода получают окончание EN или N. Но слово мамы получает умлаут. Мамы будет мютта. Папы тоже получают умлаут. Ветта. Мютта, ветта. Дяди у нас никак не изменяется, потому что слово заканчивается на L. И дяди во множественном числе будет die onkel. А вот тётя, это будет тантен, тёти. Майне тантен, мои тёти. Что у нас остались? Давай ты скажешь сам, вспомнишь, как будет, например, мои бабушки. Омы. Можно сказать... Правильнее сопротивление. Да-да-да. Можно сказать омас. Тогда добавляем S. Или опять-таки мы только что изучили, что мама получает умлаут. Значит, мои бабушки только... Гроссмютер. Да, только Гроссмютер. Гроссмютер. Это бабушки. Гроссфетер. Это дедушки. Или опас. Запоминаем. Ома и опа получают S. А мутер и фатер получают умлауты. Так, кто у нас ещё остался? Сам снизу. Этот мальчик. Я вон справа. Говорит. Das ist meine Schwester. Это моя сестра. Ihr hamster, её хомяк, называется Dall. То есть его хомяка зовут Dall. Я так понимаю, хомяк это тот, который на стуле? Хомяк это вот этот. Хотя тот, который на стуле, очень похож на хомячка. Итак, Bruder. Bruder. Это брат. И опять-таки умлаут получает это слово на шумсе. Die Bruder. Это братья. Как ты думаешь, как будут сёстры во множественной сестре? Meine Schwester. Ты хочешь умлаут добавить? Да. Ну нет. Здесь же никакая гласная не может умлаут получать. Тогда meine Schwester. Конечно. And в конце. Meine Schwester. Мои сёстры. А вот есть у немцев слово, которого в русском языке нет. И это слово Geschwister. Geschwister. Это одним словом немцы называют братьев и сестёр. Если они скажут meine Geschwister, это значит мои братья и сёстры. Это слово всегда употребляется во множественной сестре. Geschwister. Это слово стоит во множественной сестре. Называется где одному возраста. По-русски вот. Не знаю. Ну вот то ли союзники, то ли соратники. Сверстники вот. Можно назвать кровные сверстники. Итак, запоминаем. Meine Geschwister. Это мои братья и сёстры. И у нас ещё осталось одно слово. А два. Meine Cousine. Это моя кузина. Или моя двоюродная сестра. Meine Cousine. Вот это. Cousine. Meine Cousine. И мой двоюродный брат будет Mein. И вот это слово они читают на французский манер. А теперь давайте прослушаем аудио. В этом аудио мы будем обращать внимание на произношение слов. А именно обратите внимание, как они произносят эти слова в самом конце. А. Хорь zu und markiere den Wortакzent. А. Die Mutter. Der Vater. Der Bruder. Die Schwester. Die Geschwister. B. Die Tante. Die Cousine. Zu Hause. Vorne. Der Onkel. Hören. Hinten. А теперь, чтобы еще лучше запомнить все наши слова, давайте еще их и переведем. Die Mutter. Die Mutter. Мать. А как будет мамы? Die Mutter. Да. Die Mutter. Просто ставим умлаут. Der Vater. Отец. 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 Die Väter. Die Väter. Да. Да. Вот как две буквы «т» у них в слове «тёти» и у нас «тётя» Или как «танк» Тётя-танк А множественное число? О, кстати, множественное число Нет, здесь мы просто добавляем «н» Здесь нету лаутов Это кузина Множенное число Просто добавляем «н» Что такое «цу хаузе»? Домой? Нет, «домой» это «нах хаузе» Дома? Да, дома «цу хаузе» это «дома» А вот когда «нах хаузе», «нах» это направление «нах хаузе» это «домой» «фуане» это новое слово, запоминали «фуане» это «спереди» или «впереди» «фуане» И есть у нас слово «хинтен» Это «зади» или «позади» «фуане» «хинтен» Кстати, вот мы только что говорили «нах» это направление «нах хаузе» это «домой» Или, например «их флиге нах Шпаниен» «Я лечу в Испанию» «нах» это направление И мы также можем сказать «нах фуане» Значит, направление какое? «Вперед» «нах фуане» А «нах хинтен» это направление «назад» «нах хинтен» Итак, запоминаем новые слова «фуане» «фуане» «впереди» «хинтен» «зади» «дах онкель» Это у нас «дядя» «дядя» Кстати, похоже на английское слово «дядя»? «анкл» Ну, да Вообще, по-моему, очень похоже И «дюрен» Это у нас «онкл» «слушательничка» «дюрен» 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 Нет-нет-нет Множественное число Мы говорим «ди онкель» Там нет «ундаутер» Итак, где у нас есть «ундаутер»? А как меняется «дер онкл»? Никак не меняется Мы говорим «ди онкель» Самое слово никак не меняется Потому что вот это окончание «эль» Если оно у слов среднего и мужского рода То слово обычно не меняется Да, это как сигнал Итак, мы запоминаем «ундаутер» У нас у слова «мама» «матери» Будет «мютер» «отцы» «фетер» «братья» «бруйдер» Это нам нужно запомнить И давайте прослушаем еще одно аудио И мы прослушаем диалог Который называется «вер эст» Помнишь, что такое «вер»? Это «кто» «Кто есть» И три точки мы еще не знаем «Кто есть» Например, мы показываем на фотографии Вот этот человек И где есть Но «вер» я бы вспомнила Я не вспомнила Ну, бывает Я помню «вер» и «вас» это «кто» и «что» Извини, я, наверное, слишком тороплю тебя Итак, давайте слушать диалог Meine Familie 19 Hm, sympathisch Er studiert schon Er wohnt nicht zu Hause Und wer ist das da hinten links? Das ist Sabine Sie ist meine Cousine Sie ist sehr nett Und wo ist deine Schwester? Sie ist nicht auf dem Foto В общем, было понятно, надеюсь? Не особо, но я думала прочитать его Хорошо, сейчас прочтем И давайте переведем этот диалог Wer ist das da? Кто вот здесь? Правильно Потому что «да» – это указание Это слово «да» на русский язык можно перевести Тут, там, здесь Кто это тут? Или кто это вот здесь? Человек показывает на фотографию Вот и наша фотография Во Где? Где? Da vorne Да Вот тут А vorne – это впереди Смотри Впереди Да И вот этот человек Да vorne Он сидит впереди Итак, это фотографии И да vorne означает тут впереди Das ist mein Bruder Это мой брат Wie heißt er? Как зовут его? Саша Саша Wie alt ist er? Сколько ему лет? 19 19 Да Sympatisch Симпатичный Да Er studiert schon Вот это слово Studieren Это учиться Но имеется в виду Учиться В каком-то Студенте? Да, как студент В институте Да, потому что похоже на студент А schon Это уже Он уже студент Можно даже перевести это предложение Или он уже учится Но Мы понимаем, что имеется в виду Высшее учебное заведение Er wohnt nicht zu Hause Он живет не дома Да Наверное, в общежитии живет Und wer ist das da Hinten links? Hinten links? А кто вон там Вот На заднем плане? Да Извиняем два новых слова Links Это слева Сади слева Hinten links А rechts Это справа Вот это слово Запоминаем Можно сказать Hinten rechts Да Можно и так сказать Будет сзади справа Кто это там Сзади слева? Das ist Sabine Его Sabine Это Sabine Sie ist meine kusine Она моя kusine Sie ist sehr nett Она Нет Милая Нет Она очень милая Да Она очень милая Und wo ist deine schwester? А кто Никто А wo А где твой А где твоя сестра? Sie ist nicht auf dem Foto Ее нет на этом фото Да Ее нет на фотографии Итак Давайте еще раз изучим Вот эти слова Hinten links Это Сзади слева Сзади слева Links Это просто Слева А вот In der Mitte Это уже в середине Можно сказать Вот про эту девочку Что она In der Mitte Rechts Это справа Это справа Запоминаем Это спереди и справа А просто Это спереди И давайте еще прощем только вот эти вопросы Переведем их И на сегодня хватит Я могу тебя спросить Was macht dein Bruder Was macht dein Bruder Что делает Да Что он делает К примеру Ну мы не будем говорить Что он сейчас делает К примеру Мы можем сказать Что в общем Он учится в школе И это будет Er lernt Не studiert А er lernt In der Schule Если бы он учился уже в институте Мы бы Тогда бы сказали Er studiert schon И тогда можно было бы спросить А что же он изучает Например Was studiert er И можно было бы Например сказать Что он изучает биологию Er studiert bio Ja Er studiert bio Или er studiert биологии Это означает Что человек в институте Изучает биологию И тогда мы Могли бы еще спросить Wo studiert er Где он учится И мы могли бы сказать Например Er studiert биологии In Moscow И это было все на сегодня Давайте запомним Все эти слова Которые означают Справа, слева, спереди, сзади И давайте еще выучим Новые слова По теме семья Всем спасибо за внимание Всем удачи Tschüss